эй эта книга не так уж и отсырела город леди интересно то есть проходит все-таки какое-то время и нам показывают последствия ну как бы принятых нами решений о значит мы все-таки можем сюда зайти любопытная мяу почему-то появилась далеко от риты нет я ее тоже не читала хороший вопрос давай-ка узнаем так минерва цирцея софо и еще кое-какие женщины из библии что-то я сомневаюсь что софо была из библии любознательная мяу похоже они собрались вместе чтобы построить город они плохо я куплю нам билет на автобус до туда из тех самых пор я считаю это место чем-то типа городской кафешки все вносят свою лепту ага дело общественное но вафли делаю я если хочешь и пообещаешь что будешь хранить тайну я поделюсь с тобой рецептом этих вафель перед тем как покину город они ничего страшного на самом деле я не ем даже забавы ради ну если вы научите меня этому вашему рецепту я просто не могу свыкнуться с мыслью что какой-нибудь сукин сын из той энергетической компании будет жрать мои вафли однажды в старые злобные времена я вел целую демонстрацию прямо по главной улице города врать не буду было ужасно но я горд тем что тогда маршировал перед лицом господа компании и всех людей ну я знаю что долго тут не задержусь думаешь сделать из этого места что-нибудь путное эй людям же нужно есть да ну некоторым из них за разложить лист бумаги на столе зв приложить нижний левый угол к верхнему правому углу з с провести крепким и твердым нажатием по получившемуся диагональному сгибу ники провела не очень твердо мягкие контуры придавали цветам больше живости она закатала рукава шел шестой час ее штатной смены в магазине компании и она накрутила уже несколько дюжин цветов тот полдень рон купил букет тем самым опустошив все запасы подчистую 11 повторить шаги 4 а 7 с каждым лепестком особенно стараясь не порвать тычинки сделанные на шаге 9 пока несколько лет назад компания не ввела план по гражданской ответственности в магазина был собственный штат теперь каждый работник дежурил в магазине раз-два в неделю на принудительно добровольной основе внимание ники привлекла суматоха на улице мужчины кричали слышались удары она оторвалась от своей работы и вышла на крыльцо как раз когда все уже разошлись то есть вот эту демонстрацию она и услышала да как раз ой там что написано типа фазер наверное отец в смысле господь у меня вот интересно сохранений здесь получается не было то есть вот этот акт и вот эта сцена буквально длятся уже я не знаю сколько часа полтора или больше я если честно так спать хочу оно все никак не заканчивается не заканчивается я не знаю могу ли я сейчас просто выйти из игры потому что если вдруг я потом зайду и придется заново все это начинать то было бы не очень хорошо но посмотрите в домике появилось больше мебели поставили какой-то стол еще чего-то внесли сюда ой это звуки самолета может быть он сейчас взлетит наконец а точно его прям подготавливают да я точно буду по ним скучать прекрасные создания а какие внимательные не сомневаюсь и куда вы теперь отправитесь ну так сразу и не скажу все уходят не то чтобы я их виню иногда нужно не так уж много людей ухты посмотрите на это эмили вытаскивает из-под обломка в кассету домашний видеоархив эмили вытаскивает из-под обломка в сломанный проектор проектор элмо ах он сломан бедный элмо он будет горевать хотя не спустит на тормозах чтобы этого парня расстроить нужно постараться думаю церемония будет на закате ага мы подойдем больше тут все равно делать нечего куда вы полетите полечу просто проверяю все ли работает но вы бы взлетели если захотели бы да конечно так почему же не взлететь ну давай отойди-ка подальше взлетает он реально сейчас полетит или может быть этот самолет все таки слишком старый вот там что типа музыкальных инструментов появилось или мне кажется ну давай же клайд и касс сидели по-турецки в тени легкомоторного самолета касс тасовала карты а клайд бездумно листал кипу недоставленных писем что это за карты такие обычные что ли карты касс играла в карты и гадала одной и той же колодой иногда она переключалась на ходу посреди игры или гадания и вот ты уже не знал выигрываешь ты или проигрываешь и обернется ли тебе удача в игре чем-то похуже в жизни реальной конечно она предсказала и упадок цирка и конечно же ей никто не поверил спрос на фигуры высшего пилотажа почти сразу сошел на нет а многие из их компании либо погибли в процессе либо состарились и больше не смогли летать клайд и касс же нашли работу для оставшихся пилотов доставка почты в удаленные районы сельской местности но это место было заброшено карты касс предсказали что они тут надолго короче самолет дальше не полетит походу я тут даже немного жила да ну ага тут одни сквозняки я съехала однажды зимой и больше не возвращалась тут холодно конечно когда солнце заходит но сама церковь довольно милая это да из нее бы вышла хорошая мастерская располагайтесь шеннон ты же хотела в том доме мастерскую открыть ну хотя здесь здесь больше места конечно мы уже видели бюро освоенных просторов в здании собора так почему бы не открыть мастерскую по ремонту техники в бывшем здании церкви стоп тут как будто бы два джонни стоят один вот в этой кепке а второй как мы привыкли его видеть это случайно или это намеренно так сделали опа в смысле мы что можем позвонить в колокол а это начало церемонии возвещает вроде бы это если мы со всеми поболтали и все увидели но вообще мне кажется да мы увидели уже достаточно господи он чуть сквозь нас не прошел то есть рон позвонил в колокол и теперь по идее все должны к этому сарайчику пойти они уже все здесь получается они будут хоронить вот этих лошадей которые здесь лежали только их такое ощущение было просто что они вообще со всем народом вот этих соседей прощаются а почему из-за наводнения что ли ну хотя наверное это и не удивительно всем привет спасибо что пришли знаю нам всем надо так если кому-то из вас уже пора отбывать то скажите хорошо по моему сегодня вечером рон пойдет через лес на дорогу так что можете организовать караван ты остаешься им не а я тоже ухожу мы поможем джеймсу переправить видео процессор в какое-нибудь тихое место на реке ну а пока нам надо похоронить друзей соседей ники написала поэму а я подготовила песню если кто-нибудь хочет то может высказаться эм я начну соседи были добрыми спокойными прекрасными лошадьми я гуляла с серебряным в лесу около почему мы так и не дали им имена серебряный ну ладно скорее всего он так то серый но при свете дня его круп отливал серебром так чтоб про себя я его так называла а другой был другим и я обожала этих лошадей но из этих моих рассказов вам этого не понять мне так жаль серебряный и другой жаль что не дала вам имен получше вы заслужили лучше имена мне так же жаль что и рассказчик из меня плохой кто-нибудь еще хочет высказаться я хочу кое-что рассказать я просто хочу сказать что эти лошади срали мне на пол но это меня мало заботило я никому об этом не говорил да и не хотел особо распространяться но если уж мы тут все высказываемся то да вот что они делали и я не осуждаю их вот например совсем недавно только лошадиное дерьмо с пола соскребал но все в порядке по мне так дело житейское да я что хочу сказать то у меня дома вообще любой из вас может насрать я за вами всеми уберу если насрете как-то я не ожидала этот текст сейчас здесь увидеть и озвучить если честно спасибо рон не заржать не заржать у нас похороны серьезное мероприятие господи боже зачем вы так сделали я ненавижу вас мы не дали им имен потому что называть их не наше право вы знали что лошади были тут до нас они пришли с народом из центральной Америки ну вы помните те утописты народ которого нет народ которого нет прибыл на лошадях в октябре их первым экспериментом было освобождение лошадей сменилось уже несколько поколений людей и лошадей не знаю когда мы начали называть их соседями думаю нужно было называть их народом они бессменно жили в этих местах более сотни лет и теперь когда их больше нет кто станет местным народом так ладно нужно двигаться дальше Ники ты готова ну вот погода сегодня хорошая да надеюсь она пока такая и будет чтобы мы все успели приступить к своим делам Майя вы да и другие гости города скорее всего ничего не знаете про заезжего он прибыл сюда работать на компанию канаву копать а компания в свою очередь села ему на шею он работал как проклятый за малые деньги но им и этого было недостаточно после этого мы перестали их слушаться сначала со стыда потом грусти а дальше злости это поэма посвящается не только соседям но и нашему городу да сегодня хороняя этих лошадей мы похороним и этот город это одно и то же мы похороним мы похороним этих лошадей и что вы думаете будет дальше мы все уйдем в лес и это место опустеет нет может кто-то из нас захочет остаться и отстроиться заново и это нормально это не мой выбор нет но выбор это ваше право с рождения если вы и вправду останетесь то будете строить на могилах но так везде весь мир построен на могилах как говорил тот же Фрост ищи меня у себя под подошвами некий прокашливается и начинает читать с листа который держит в руке мы покидаем этот город и призраком его зовем но призрак не построит дом не оживит своим теплом тепло ушло его мы схоронили здесь как будто на погосте не призрак это вовсе нет всего лишь кости кости ники на секунду закрывает глаза прежде чем продолжить соседи были лучшими из нас естественно всегда так было как мы но чище в нас живет вина а в них свобода лишь и свет и сила свет их любви чуть брежет из могилы с соседи нас покинули не бросив так дайте разделить мне ваше горе в иных долинах тем кто нас смелей хотя уже по моему вообще не в рифму пошло пусть вновь возникнет травяное море какая красивая последняя строчка а потом мы похоронили лошадей и в Субтитры создавал DimaTorzok 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 Удачи, заfortable.'" Субтитры создавал DimaTorzok Игра устроена вот таким образом Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Убовка Вот вам и Dogwood Drive V Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Я хотела эту последнюю серию поделить только на две части, но пришлось на три, потому что я не могла оставить концовку без каких-то своих комментариев по поводу всего происходящего. И так как записывать отдельную прям бонусную серию мне тоже не хотелось, я решила соединить свои высказывания с самыми последними моментами нулевой трассы Кентукки. Разумеется, если мы поверхностно глянем на сюжет, не залезая сразу куда-то в глубину, то мы можем увидеть, что эта пьеса в основном была о долгах, о нищете, о невозможности заплатить, о том, как трудно бывает осуществить свои мечты, о том, что жизнь несправедлива, иногда она несправедливо обходится с нами. Но также и о расплате, то есть присутствовал, на мой взгляд, здесь такой мотив, что каждый получает по заслугам. Если смотреть на эту игру поверхностно, можно увидеть обычную суровую американскую реальность. Маленькие городки, там точно так же, как у нас, есть какие-то шахтерские городки, какие-то рабочие поселки, где живет абсолютно простой люд, и которым в этой жизни приходится горбатиться за копейки. И среди них тоже есть люди, которые мечтали о чем-то другом, которые, может быть, мечтали о чем-то таком возвышенном, но по каким-то причинам не могли этого достичь. Взять, например, истории Лулы Чемберлин, Дональда и Джозефа, ее друзей. Лула получила отказ, когда хотела выставляться, по-моему, да, когда хотела участвовать в конкурсе в архитектурном. Ей пришел отказ, но вместо этого была одобрена чья-то другая работа. Дональд положил большую часть своей жизни на создание какого-то невероятного шедевра, какой-то совершенной симуляции, и хотел он этого добиться с помощью компьютера Шанду, но пока он затрачивал время на свои исследования, к сожалению, время шло, технологии менялись, в конце концов Шанду просто устарел. Однако он сохранил воспоминания обо всем том пути, что проделал Дональд и все его лаборанты, поэтому нельзя сказать, чтобы его работа была прям такой уж напрасной. У наших же главных героев, а я лично выделяю их для себя в таком порядке, это Конуи, Шеннон и Эзра, хотя, в принципе, к ним примешиваются еще Джун Бак и Джонни, но как-то вот их я всегда считала, ну вот, за побочную партию такую, что ли, то есть за персонажей второго плана. Хоть они и были с нами, начиная с третьего акта и оставаясь до самого конца, я все же не считаю конкретно их главными героями, хотя, может быть, стоило ли. Вообще, я всегда думала, что в этой пьесе три главных героя, вот, те, которых я уже перечислила, а сейчас я думаю, актов пять и главных героев получается тоже пять, наверное, в этом все-таки есть какой-то смысл. Точно так же называется дом, куда они в конце концов приехали, Dogwood Drive 5. Видимо, авторы хотели заложить что-то магическое именно в эту цифру 5, и мне это нравится, кстати, 5-го числа у меня день рождения, я тоже всегда очень любила цифру 5. Но вот если взглянуть на эту историю немножко поглубже, то давайте я попробую высказать вам свои мысли касательно главных героев. Если не считать Джун Бак и Джонни, то все-таки на первый план выходят Конуэй, Шеннон и Эзра. И вот как я вижу этих героев. Конуэй – это прошлое, Шеннон – настоящее, а Эзра – будущее. Знаете, вот точно в таком же составе, то есть пожилой человек, взрослая женщина и ребенок, есть вот это вот изображение в Sims 2, в загрузочном экране создания семьи. Конечно, это, наверное, просто совпадение, но именно вот эти вот три фигуры символизируют три этапа – детство, зрелость и старость. В данном же случае я бы все-таки настаивала на том, что есть прошлое, настоящее и будущее. Конуэй – это прошлое, потому что мы от него избавляемся в середине игры. Даже не в середине, а под конец этой игры. И как будто бы с самого начала все к этому шло, хотя игрок с первого раза этого бы не понял. Странности у нас начинаются с момента похода в Вискарню. Причем сначала этот момент нам не показывают конкретно, а рассказывают о нем уже постфакту, о том, что было, когда Дулитл стал предлагать Кону ее работу. Получилось, что тем самым он навесил на Кону ее практически неоплатный долг, и Кону ее требовалось срочно его выполнить. Когда я проходила первый раз, для меня, естественно, все это было в новинку, и вот вплоть до телефонной станции, когда Кону ее там уже потом забрали, я и не догадывалась, что он исчезнет вот так, просто посреди игры. Но как будто бы это действительно было прошлое, которое начинало потихоньку стираться и забываться. Все началось на самом деле еще в шахте, когда его присыпало, и у него повредилась нога. Точнее, именно его поврежденная нога стала причиной, по которой они навестили... Господи, я забыла, как звали этого доктора, представляете? Забыла фамилию. В общем, после этого именно у него нога видоизменилась. Мы ведь все это видели. Может быть, это не буквальный смысл. В этом, как раз, я думаю, заложена какая-то метафора. Но именно с этого момента Кону и начал как будто бы отходить на второй план. И Шеннон все чаще брала на себя инициативу в каких-то вопросах. Изначально я думала, почему Кону и вообще уготована такая судьба. То есть, чем он это заслужил. И вот только теперь, переигрывая второй раз, до меня дошло. Он ведь сам признавался перед тем, как доехать до телефонной станции, точнее, доплыть, что вроде как именно он стал причиной смерти мужа Лизетты. Что он, оказывается, любил выпить. Довольно-таки неплохо любил выпить. И ведь многие это замечали, но это как-то вылезло на первый план уже в четвертом акте, когда все поплыли на мамонтии. И я сначала думала, до чего они его ругают. Ну, пережил такие вот события. Ну, может же немножко выпить. Взрослый человек может расслабиться. Но как-то уж слишком явно все стало на это указывать, и все стали ему на это тыкать. И вот этот момент, перед тем, как его окончательно забрали парни из Вискарни, я думаю, был похож на исповедь. На исповедь перед смертью. Не зря же там мы видели значок черепа. Там было два значка, на которые можно было кликнуть. На стрелку и на череп. И, по-моему, куда бы мы ни кликнули, было бы все одинаково. Было бы одно и то же. Конуэя увезли умирать. Как будто бы сам Харон приплыл за ним по реке Стикс и увез его. Я думаю, в этом можно усмотреть такую символику. Но, конечно, это мое имха. Я не претендую вообще на истинность. Я просто рассказываю так, как я чувствую, так, как мне показалось. Шеннон – это настоящее, не только потому, что она молодая женщина, и у нее все еще впереди. Именно она принимает на себя цель Конуэя – доехать до этого дома. И именно у нее в конце возникают какие-то сомнения. То есть появляется какая-то развилка, появляется какое-то важное решение – уехать ли обратно или остаться и начать строить новую жизнь. Наверное, этим авторы хотели нам показать, что у нее есть выбор. И что пока она еще жива, и пока она есть в настоящем, вообще пока у нас есть это настоящее, у нас есть и выбор. У Конуэя этого выбора уже, к сожалению, не было. Для него все решилось. А для Шеннон все может быть еще впереди. Эзра же осуществляет собой то будущее, до которого еще предстоит дожить. Оно пока не ясное, не четкое. Вообще все, что мы о нем знаем – это то, что его родители куда-то пропали, просто исчезли. Он, по-моему, рассказывал, что они предупредили его перед тем, как уйти. Также непонятно, откуда взялся Джулиан. Эзра называет его своим братом, но, скорее всего, в Джулиане он просто нашел нечто большее, чем питомца. После исчезновения родителей он стал особенно близок с этой птицей, потому что больше у него никого не было. Ну и вроде как вот эта дружба с девочкой по имени Флора, она тоже может свидетельствовать о зарождении чего-то большего в будущем. Если они вырастут и сохранят хорошие отношения, они могут создать семью. Могут, конечно, и не создать, могут пойти разными путями, но вот как-то примерно так. Что же в этой истории в таком случае олицетворяют собой Джунбак и Джонни? Джунбак и Джонни представляют собой андроидов, которые давненько уже сошли с конвейера и, так сказать, взбунтовались, пошли против системы. Решили, что не будут служить целям, которые им кто-то поставил, а решили делать музыку. И, в общем-то, умчали в закат и с тех пор живут свободно и счастливо. Хоть они и все это время проводят вместе, они практически неразлучны, но назвать их влюбленными в друг друга как-то нельзя. Во всяком случае, это может быть обусловлено тем, что они не люди и, может быть, у них и есть какие-то чувства друг к другу, но они не выражают их просто так, как люди. Они просто привыкли друг к другу и считают себя семьей, хоть напрямую об этом и не говорят. И складывается такое впечатление, что им друг с другом комфортно, и они, в общем-то, могут никого к себе больше и не принимать. Но, тем не менее, когда мы плывем на мамонтихе, там появляются такие разговоры о том, что как будто бы у Джонни и Джунбак своеобразный кризис в этих отношениях, что, возможно, все-таки друг от друга они устали, и им хотелось бы эту компанию как-то разбавить. Но в таком случае, почему думать именно об Эзре, почему звать с собой именно ребенка Эзру? Я думаю, что это все-таки так завуалированно хотели показать, что роботы тоже были бы не прочь создать семью, то есть усыновить ребенка. Как-то так. Или таким образом в них начали просыпаться какие-то человеческие чувства, вот это вот желание завести семью, завести ребенка. Просто, может быть, они пока не в полной мере это осознавали. Что же касается того самого дома на Dogwood Drive, то, я думаю, дополнительно тут объяснять не надо, но на всякий случай скажу. Нам это представили так, что вот это буквально был дом без окон, без дверей, полна горница людей, то есть заходи и живи, кто хочет. Этот дом буквально олицетворение новой жизни, жизни с нуля. Именно вот этот вот дом, вот в этом полузатопленном городке, мог дать нашим путникам шанс действительно начать что-то делать для самих себя и не зависеть ни от каких энергетических компаний. Правда, сам факт того, что этот дом находится где-то на нулевой, а это, можно же сказать, что это вовсе-то и не реальный мир, а скорее какой-то параллельный, то в таком случае возникает вопрос, насколько это все реально. Может быть, вся эта игра и осуществляет собой переход от смерти к загробной жизни, скажем так, или, например, вот то, что Конуэя увезли в Вискарню, это сродни попаданию в ад, а то, что Шеннон и все остальные таки доехали до Догвуд Драйв 5, это было попадание в рай, потому что вы сами видели, какой этот акт был светлый и наполненный прям чем-то таким благостным. Мы такого, по-моему, за всю игру не видели. С другой стороны, этот акт был посвящен гибели двух лошадей, буквально соседей, которые жили, в общем-то, рядом с этим городом. И вот почему конкретно лошадей так боготворили в этой игре, я так и не сообразила. И мне хотелось бы на самом деле найти какие-то другие теории и попробовать вам их зачитать. Может быть, с какой-то из этих теорий можно согласиться, может быть, с какой-то нет, тут уже решать вам. Вот есть, кстати, рецензия, которая называется «Отпевание американской мечты». Вот с этим, да, я согласна. То есть именно вот эта вот версия, этот сюжет, вот он лежит на поверхности, то есть это буквально видно. Долги, вот эти вот все жизни в американских маленьких городках, всякие там сложности, невозможности выполнить свою мечту, там люди, еще же был эпизод интерлюдия, да, была интерлюдия про бар и его посетителей. Там тоже все прям кричало об этих долгах, и даже сам бармен в итоге, как оказалось, был должен этой самой вискарне. Кстати, знаете что, я ведь совсем не упомянула еще и про Уивер, а это ведь тоже очень важно. Если сравнивать всю вот эту игру с Твин Пиксом, а не только третий акт, где одна сцена выступления в баре буквально была этому посвящена, то Уивер Маркес предстает здесь, как местная Лора Палмер, только Лора Палмер была мертва на момент начала Твин Пикса, и там все крутилось вокруг расследования ее убийства. Конечно, в третьем сезоне сюжет пошел немножко дальше, немножко глубже, но если вот этот вот третий сезон пока в расчет не брать, вообще, может, кто-то его еще не смотрел, я бы не хотела на самом деле спойлерить здесь, поэтому давайте не будем, но, в общем, суть ясна, Лора Палмер мертва, и максимум, где она появляется, это только в виде воспоминаний у людей, а здесь же Уивер, она как будто бы существо из, либо из параллельного, либо из потустороннего мира, не знаю, такое ощущение, что она попала в телевизор, вот буквально, потому что Шеннан рассказывала, что видела ее именно по телевизору, когда начинались какие-то помехи, и Эмили точно так же говорила, да, в общем-то, мы и сами были этому свидетелем, что Уивер появлялась как будто бы в другом измерении, вот на какое-то время она появится и потом пропадает, как призрак. Какую роль во всем этом произведении играет конкретно Уивер? Наверное, она как раз служит связью между двумя мирами, между миром реальным и миром нулевой трассы, по которой мы большую часть времени -то и катались. Вот смотрите, что в этой рецензии написано. Близость к простому народу отлично продается. Нулевая трасса тоже проложена в этом направлении, но она умудряется совмещать лобовые метафоры и прямые высказывания. Незабываемый памятник погибшим шахтерам. Кстати, да, вот это вот тоже относится как раз и та вот первая встреча Шеннан и Конуиа в шахте, когда она рассказывала, что ее родители там работали и как они там, в общем-то, мучились, да, за копейки и все остальное. И вот этот вот памятник именно шахтерам погибшим. Здесь я даже Найтен Девуд вспоминала, потому что там тоже были похожие мотивы. Вот маленький этот городок, рабочие, какое-то вот это угасание, упадок. И даже не знаю, как будто с одной стороны у них там и новое что-то начиналось строиться, но тем не менее, при этом что-то старое как-то все равно умирало. Вот, памятник погибшим шахтерам с тоской как по прошлому, так и по будущему, технофобию и готовность принимать новое время. То есть тут тоже были разные люди, да, которые, так сказать, с радостью смотрели в будущее и радовались переменам. Другие же, наверное, как Дональд, наоборот, отказывались принимать все эти перемены. Для него Шанду по-прежнему оставался каким-то там всемогущим супер просто компьютером, хотя он уже безнадежно устарел. Скорбь по погибшей американской мечте и надежду на то, что сообщество сможет восстановиться. Пятый акт этой трагедии неожиданно дарит свет в конце обезлюдившей, казалось бы, трассы. Ну, собственно, это и было понятно, о чем я уже и говорила, да. То есть как будто бы там действительно появляется надежда для всех, вот причем не только там для Шеннон, например, которая просто хотела себе новую мастерскую, или для Эзры, который, может быть, мог обрести новый дом и быть принятым. Я не знаю, усыновленным, да, принятым в семью. Там надежда была для всех абсолютно. И вот еще, кстати, интересная мысль насчет «нет ничего зазорного в том, чтобы быть забытым». Это цитата Уилла, человека, который отказался от обуви и чувствовал себя невероятно свободным при этом. Я вспомнила наш русский сериал 90-х годов, по-моему, где-то вот 90-х, нулевых он снимался, «Зал ожидания». Там играл Михаил Боярский, по-моему, это была одна из первых ролей, вот когда я его увидела на экране, даже не в роли Д'Артаньяна, там, хотя, может, и Д'Артаньян был первым. А потом уже, кстати, узнала, что он певец, когда немножечко подросла, и у нас появилась его кассета. Так вот, он там сыграл как раз персонажа, который жил без паспорта, буквально. То есть он, я не помню уже по какой причине, возможно, у него какая-то была причина скрываться, то есть он сбежал из дома, сбежал от своей жены, не то, что там жена была какая-то жестокая вроде бы, но он, вот он был просто таким человеком, он устраивался на какие-то временные подработки, он прекрасно существовал без паспорта и был в некотором роде свободным. И вот это на протяжении всего сериала прослеживалось. Однако, мы с вами видели столько актов и столько героев, что как будто бы эта игра была создана наоборот, за тем, чтобы об этих людях сохранялись воспоминания. Даже вот тот же памятник шахтерам, его же поставили не просто так, а для того, чтобы сохранилась память о них, чтобы не кануло в лету. То есть как будто бы здесь бок о бок существуют две вот эти теории. А воспоминания нужно хранить, чтобы там окончательно не забылись все эти люди, потому что пока живут воспоминания, как будто бы живые люди. Но, с другой стороны, игра говорит о том, что если тебя забыли, ничего в этом страшного нет. Ты можешь быть, короче, ты не обязан делать и жить свою жизнь так, чтобы тебя помнили. Ты можешь прожить жизнь для себя, как бы, незамеченную, может быть, для всех остальных, но главное, чтобы она была заметной для тебя. Вот этот вот абзац мне еще очень нравится, сейчас вам зачитаю. Удивительное дело, несмотря на меланхолию, пронизывающую все происходящее, Kentucky Road Zero практически лишена сентиментальности. Речь идет о памяти, о долгах, тех, которые можно выплатить, и тех, которые выплатить невозможно. Да, действительно. О крае, где церковь и офис поменялись местами. Мы помним это, когда Бюро Освоенных Просторов переехало в церковь, а церковь переехала наоборот в их офисное здание. Есть же в этом тоже какой-то явный вот символизм в том, что все как-то переворачивается с ног на голову в этом мире. О попытках выжить в среде, которая отказывает тебе в этом праве. Об обломках прошлого, которые рад бы схоронить. Да как? Но между игроком и представлением сохраняется дистанция, несмотря на интерактивность произведения. И это тоже правда. То есть ты вроде бы можешь проникнуться, прочувствовать, но конкретно каким-то героем, вот прям, прям так проникнуться, чтобы сопоставить себя с ним. У меня такого чувства не было. Честно. Может быть, только в самом последнем акте, когда я играла за котика, и мне приходилось наблюдать за всеми и бегать, и разговаривать. Вот тогда как будто что-то такое было. А в остальном действительно ощущение, что ты или смотришь фильм, или скорее смотришь пьесу в театре, где все решается без твоего непосредственного участия. Ты просто наблюдатель. Вот и все. Так, вот я бы, я бы хотела все-таки найти что-то про, что-то про лошадей здесь. Кстати, интересно, здесь написано, авторы Инди Адвенчура и Кентаке Рудзиро говорят о влиянии именно Телтейловских ходячих мертвецов на свою работу. Это потому, что надо было диалоги выбирать. Тут, слава богу, хоть не на время. И так-то, если говорить о Телтейле, то там хотя бы минимальные какие-то выходы на концовки были. А здесь вроде как я все же думаю, даже там если Шеннон могла бы и сомневаться, то концовка все равно была бы одна. Похоронили бы они лошадей и собрались бы все в этом доме на Догвуд Драйв. Вот, кстати, еще отличная отсылка, возможная. На Одиссею тут говорят про Конуэя, что у него тут своя Одиссея, потому что один из вариантов клички собаки это Гомер. Вот как я первый раз выбирала, так и второй. Ну, кстати, да, ведь Гомер это реально существующая фигура в прошлом, который написал Илиаду и Одиссею. Вот здесь пишут беда в том, что, в общем, все путешествие Конуэя едва ли приближает его к цели, ведь это путешествие на грани между реальности и иллюзией. Да, и на самом деле вот очень странный момент был, я еще не обратила внимания, когда Конуэй в самом начале подбирает игральную кость и обращается к Эмили, Бену и Бобу. То есть, как мы выяснили в самом конце, Эмили, Бен и Боб реально существующие люди. Только, видимо, они живут где-то на нулевой и внезапно у Конуэя произошло, причем несколько раз, кстати, там еще музей какой-то ведь был, и у него произошло каким-то образом вот столкновение с этими людьми. И когда он пытался с ними говорить, они его не замечали. Но, когда с ними заговорила Шеннон, Эзра и все остальные, то казалось, что эти люди вполне реальны. Тогда возникает вопрос, может быть, все это время был иллюзорен сам Конуэй, и может, его никогда и не существовало, или то, что именно его никто не видел и не слышал, уже могло указывать на то, что это действительно прошлое, и скоро оно забудется, и там где-то растворится, и на него даже внимания не стоит обращать, потому что оно исчезнет. В общем, хызы. И здесь об этом же в лицензии написано. Кто нереален-то? Все эти люди или он сам? Слушайте, а вот этого я не помню. Мы же с вами натыкались на какой-то музей, но оказывается, что в музее можно было обнаружить книгу, в которой написано про человека, который вместе со своей старой собакой везет груз в антикварный магазин. Может быть, это любимая линчевская лента Мёбиуса «Вспоминаем шоссе в никуда» и «Малхолланд драйв». Кстати, тоже, может быть, блин, обожаю эти фильмы, прям хоть сейчас пересмотреть бы. То есть, может быть, он это путешествие действительно совершал уже не один раз. Но, блин, с другой стороны, он же уплыл потом в вискарню. Может быть, он уплыл не в вискарню, а пошел на новый круг? Типа, снова и снова отвозить свой заказ на долгую дру. Ну, блин, я теперь даже не знаю, о чем думать, если честно. Память, воспоминания, прошлое – это еще одна важная тема игры. Всю дорогу Коновой вспоминает родителей и бывшую жену прежнего хозяина своего пса. Как? Подожди, как прежнего хозяина своего пса, я об этом не помню. Может быть, я пропустила сцену, в которой он об этом рассказывал. Или Гомер принадлежал не ему, а вот этому как раз мужу Лизетте. И я так, я все время думала, что Лизетта – это бывшая жена Конуэя, но, судя по всему, она была его работодателем все-таки, а не бывшей женой. А про жену он у меня не вспоминал, он вспоминал только про маму. И причем маму он не особо-то и любил, судя по воспоминаниям. Лошади, вот, написано, присутствуют постоянно, словно олицетворяя само прошлое, ностальгию. Они явно противопоставляются железным... А-а-а, вот, наверное, в чем дело-то. Ну, я не знаю. Если в таком ключе на это смотреть, то получается, да, что лошади... Раньше ведь ездили на лошадях, пока не было автомобилей. То есть они как прошлое, которое противопоставляется прогрессу. Когда появились автомобили, вот, компьютеры и всякая там техника. Но про этих лошадей говорили, как будто бы это прям отдельный вообще народ. Поэтому я даже не подумала о них вот в таком ключе. Ладно, я думаю, на этом можно остановиться. Что-то я нашла совпадающее с моими мыслями, что-то нашла для себя немножечко новое. Если вам эта игра понравилась, я все-таки рекомендую самим ознакомиться с какими-то рецензиями. И попрошу вас, конечно же, написать свое мнение касательно сюжета, персонажей и смыслов каких-либо сюда в комментарии. Будет очень интересно взглянуть на вашу точку зрения. Может, вы заметили то, чего не заметила я. Может быть, я заметила то, чего не заметили вы, и мы это как-то можем обсудить. В общем, обмен мнениями это приветствуется, и это очень хорошо. Жаль, что подобных игр не так-то и много существует. Если бы существовало еще что-то похожее, я бы с огромным удовольствием ознакомилась. В принципе, это путешествие можно было бы даже начать заново, поскольку мы с вами не видели несколько сцен из того же четвертого акта, и в первом акте какие-то сцены у нас оказались пропущены, потому что в то время, как мы ездили, искали всякие нужные нам адреса по дороге, оказывается, мы могли завернуть ее несколько раз буквально не туда и увидеть какие-то совершенно новые сцены. То есть, таким образом, мы лошадей где-то могли увидеть, и вот этот разбитый самолет, о котором я говорила, и еще кого-нибудь, каких-нибудь посетителей. В общем, эта игра на самом деле полна всяких различных отсылок. И здесь, кстати говоря, был еще блокнот, на который во время игры я почему-то мало обращала внимания, кайфс, то есть, я пару раз пыталась его открыть, думая, что там будут записаны какие-то наши задачи, но почему-то текущей задачи там никогда не было написано, там была написана всегда прошлая задача, и я думаю, так и было задумано, или разрабы все-таки не продумали такой момент. В общем, тоже любопытненько. Как бы там ни было, это великое путешествие наконец закончилось, и большинство персонажей этой игры все-таки смогли обрести свой дом. Ой, хотелось бы, чтобы так было всегда, чтобы каждый смог выполнить то, о чем он мечтает. Но, к сожалению, в нашей жизни это все намного сложнее и многограннее. Огромное спасибо, что путешествовали вместе со мной. Увидимся в следующих летсплеях. в следующий раз. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!